Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и прямо сейчас у нас с вами будет проходить очень классный эфир, который я буду вести не сама, а это происходит редко, но поскольку сегодня я хочу познакомить вас с очень близким мне человеком во всех смыслах этого слова, потому что Наташа, буду так её называть, это не только моя подруга, с которой мы знакомы, господи, страшно сказать, сколько мы знакомы, наверное, где-то с лет 19-20 моих, то есть где-то половину моей жизни, а это ещё человек, которому я очень доверяю, который помогает сегодня, сейчас прорабатывать мне мои личные вопросы, которые есть внутри меня, мой такой коуч, для того, чтобы избавляться от тех моментов, страхов, каких-то нюансов, которые есть у каждого из нас. И я могу сказать, что когда я начала заниматься рерайтером в жизни, когда вот эта осознанность начала присутствовать в моей жизни, именно тогда я, собственно, и начала задумываться над тем, что есть такие вещи, которые выковырять из себя достаточно сложно самостоятельно, и поскольку, когда ты прорабатываешь уже огромное поле работы, ты хочешь уже, знаете, доковырять огородик, это вот, знаете, как с фигурой. Когда вы просто, у вас ужасная фигура, вам, в принципе, всё равно, но когда вы начинаете приводить себя в порядок, тогда вы уже начинаете смотреть, что неплохо было бы вот эту мышцу прокачать, потом неплохо было бы там дельтовидную, трапециевидную, вот вы раньше-то таких названий не знали, а тут вы входите во вкус. Вот с нашей жизнью происходит точно так же. Поэтому сегодня мы выбрали очень классную тему, которая называется «Я не могу без него». Это история про созависимые отношения, которые, наверное, которыми, вот я бы сказала, что, наверное, процентов 90 вообще отношений, которые существуют, они именно такие, потому что мы под понятием созависимость очень часто скрываем любовь. И сегодня мы с Наташей эту тему хорошенько проговорим. Я вам прям сильно рекомендую посмотреть этот эфир до конца, потому что, поверьте, вы очень многое обнаружите и поймёте причины своих не всегда удачных отношений. И когда мы понимаем причины, мы можем начать уже с этим работать. Так, знаю, что люди сейчас будут присоединяться у нас, так это как-то происходит в последнее время очень странно после того, когда мы эфиры не работали. Так, я вижу сейчас, Наташа, твой запрос, и тебя присоединю в наш чудесный эфир. Только почему-то вот есть. Вот, сейчас Наташа подключится, и мы с вами начнём. Почему-то через минуту только 15 ко мне подключается много людей. О, Натали! Так, сейчас я чуть-чуть сделаю так, чтобы было видно меня. Потому что я попала вообще в гостях, чтобы вы понимали. Под дождём я пришла, ну и как вот, ты красивая, а я, как всегда, просто попала. Привет! Привет, привет! Меня видно, да? Тебя прекрасно видно. Давай ты представишься сама сейчас, расскажешь о себе несколько слов. Посмотрите, какая она красивая. Вот просто посмотрите. Я влюбилась в тебя, Маталина, моя первый раз, когда я тебя увидела. Чтобы вы понимали, мы с Наташей когда-то, очень много лет назад, пели в одной группе. И, Наташа, я часто рассказываю истории о том, я хочу просто, чтобы это люди знали. Я часто рассказываю истории, что у меня была подруга, которая научила меня, что в косметичке, прежде всего, самым дорогим должна быть пудреница, потому что ты её достаёшь и показываешь. Все секреты рассказала вообще. Она учила меня автомобильным маркам, чтобы я понимала, женихи на каких машинах нам подходят и нет. Короче, это мой жизненный коуч в богатую жизнь. Вот, давай сейчас расскажи о себе, я замолкаю. Добрый вечер всем, кто смотрит нас. Я очень рада и благодарна Оле, что она меня пригласила в эфир. Вот, меня зовут Наталья Федак, я женский коуч. И моё направление, я помогаю женщинам стать увереннее, повысить самооценку и выстроить гармоничные, счастливые взаимоотношения, что для нас, для всех, для девочек очень-очень важно. Вот, поэтому, если у вас есть вопросы, вы, пожалуйста, задавайте в ходе эфира. Так как мы с вами уже, можно сказать, познакомились, вы мне можете потом писать в директ. Моя работа, я очень её люблю, я получаю от неё удовольствие, поэтому смело обращайтесь и знайте, что этим вы меня просто будете радовать. Так, давай, тогда мы с тобой начнём нашу тему, да. Я буду немножко задавать тон, но всё-таки, поскольку я Наташу пригласила, я не хотела бы говорить сама, тем более Наташа в деталях разбирается в этих вопросах, она, скажем так, по полочкам лучше разложит. Давай начнём с момента того, о чём мы говорили. Что вообще в понимании сегодняшних наших девочек, да, любых возрастов, вот, мы говорили о том, что с постсоветского вот этого пространства, да, каких-то наших родовых каналов зашло, что любовь – это про то, чтобы раствориться в нём, любовь – это про то, чтобы отдаться ему, подстроиться под него, пожертвовать собой, любовь требует жертв. Давай, чтобы ты ещё дополнила, вот, в классическом понимании, чтобы мы поняли, в чём глобальная наша ошибка в восприятии любви. Да, как раз недавно на эту тему я писала пост, да, который назывался «Любовь или зависимость». Дело в том, что на постсоветском пространстве девочек всегда воспитывали испокон веков, в принципе, да, на этом, в общем, территориальном таком пространстве воспитывали, как приложение к мужчине. Назовём это так, как это есть, да, женщина должна была терпеть, женщина должна быть удобной, женщина должна быть спокойной, она должна подавлять свои какие-то там эмоции и желания, всегда улыбаться, быть на позитиве и радовать своего мужчину, жить ради него, жить ради семьи. И вот такие вот убеждения, как «Ради любви можно и терпеть», «Ради любви можно страдать», «Любовь нужно заслужить», да, вот такие стереотипы. Любовь – это не любовь. Да, и поэтому эти стереотипы у нас настолько впитываются в наше подсознание, начиная с детства, да, и с поколения в поколение мы живём, и мы даже не понимаем, почему же мы страдаем, потому что мы просто самостоятельно, добровольно воспринимаем любовь как страдание. Мы смотрим на наших родителей, которые живут в большинстве своём неудовлетворёнными и несчастливыми, и принимают это как норму, и мы повторяем, в принципе, этот сценарий. Вот, поэтому, к счастью, сейчас тема саморазвития и тема как бы такого ментального образования, она развивается, и начали появляться смелые идеи, что любовь – это всё-таки не боль, и любовь – это не страдание, и гармоничные отношения, они бывают, они существуют, но если два партнёра в этих отношениях здоровы ментально, поэтому… Здоровы ментально, вот давай, мне бы хотелось всё-таки этот момент сразу же разобрать, что такое здоровы ментально два партнёра? Это когда люди самодостаточны, да, если взять вот такой слоган здоровых отношений между мужчиной и женщиной, то мне хорошо с самой собой, и мне хорошо с тобой тоже, да, то есть ей хорошо… Я вот хочу ещё раз на этом акцентировать внимание, прям вас попросить, кто смотрит эфир, вот прям запишите эту фразу, потому что она меня прям тронула, я буду ещё, наверное, и пост на неё тему писать, потому что это очень классно, скажи её ещё раз, вот просто себе это запишите и подумайте потом над ней. Мне хорошо с самой собой, и с тобой мне хорошо тоже. А слоган, заметьте, зависимых, созависимых отношений, несчастливых – это «мне с тобой плохо, но без тебя мне ещё хуже». Чувствуете разницу? Как говорят в Одессе, это две большие разницы, и это очень-очень колоссальное различие состояний. Если в здоровых и гармоничных взаимоотношениях партнёры друг друга усиливают, то есть они друг с другом проявляют свои лучшие качества, они чувствуют себя уверенно, они чувствуют себя счастливыми и наполненными, то в созависимых отношениях там идёт, наоборот, взаимное разрушение. Люди в созависимых отношениях… Я хочу тебя просто чуть-чуть перебить, я хочу показать на примере, поскольку я всё-таки человек, который имеет тоже отношения в прошлом больше, но всё равно вот это созависимое отношение, это, наверное, то, с чем сталкивался каждый, я просто хочу объяснить, что это. Что когда мы начинаем в подростковом возрасте слушать какие-то романтические песни и писать стихи, то, как правило, мы говорим, я хочу в тебе раствориться, я хочу отдаться тебе без остатка, я хочу в тебя нырнуть, я хочу, чтобы ты мной повелевал. Мы подразумеваем, что это и есть настоящая любовь, когда мы друг для друга готовы сделать всё, я ради тебя на всё готов. То есть это вот чтобы вы понимали, что если в вашей голове есть подобные фразы или подобные ощущения, например, мой муж ради меня не готов на это пойти, и мы его в этом обвиняем, то это как раз и показатель созависимых отношений. То есть когда мы хотим и сами в человеке раствориться, и чтобы он это сделал, по сути, потерять себя для того, чтобы встать в какую-то ролевую модель и затем иметь возможность уже принимать позиции, наверное, об этом поговорим, там, жертвы, да, что я ради тебя сделал, а ты ради меня не сделал, как ты посмел, да, то есть вот эти вот нюансы, ну, мы считаем это как? Мы считаем это подстройкой, да, ну, а как по-другому в отношениях? То есть у нас мы же люди крайности, у нас либо так, либо так, но вот эта вот созависимость, это как раз история про то, когда, например, любой разрыв или любая ссора превращается в мысли о суициде, в полном тотальном потере контроля и в тотальной панике, как теперь жить без него, да, я без него ничего не могу, я без него ничего не стою, это вот эти глобально такие проблемы, когда вы расстаетесь и годами не можете от этого излечиться, да, ну, то есть годами страдаете, обвиняете в том, что дальше ваша жизнь не сложилась, потому что он вас бросил, то есть вот это показатель созависимых отношений, то есть чтобы себя узнать в этом, то есть вот если вот эти ощущения есть такие, что всё, конец, вот, и вы его обвиняете, себя обвиняете, то это показатель того, что вы не находитесь в здоровом состоянии, а вы уже больной человек, которого мы называем созависимым. Я права? Дополни, пожалуйста. Да, абсолютно верно. Маркером созависимых отношений является то, что человек вот не представляет себя без другого человека, то есть он думает о том, что если не будет рядом с ним этого человека, то с ним что-то случится, произойдёт, действительно конец жизни, смерти, там даже мысли о суициде пролетают, да, настолько человек фокусируется на своём партнёре, то есть женщина, ну будем говорить, мы как бы у нас женская аудитория, будем говорить о женщинах, да, женщина зависимая, которая в отношениях, да, она пытается как можно быстрее сблизиться с партнёром, то есть она выплёскивает на него все свои чувства, все свои эмоции, она выдаёт их ему как можно быстрее, чтобы его таким образом расположить к себе, вот она обнажает душу, вот она такая открытая, она как на ладони перед ним, и она ждёт, как правило, ответной реакции, она думает, что таким своим поведением она расположит партнёра, также она постоянно хочет о нём думать, она не хочет ему отказывать, она хочет создавать ему максимально комфортные условия, она не говорит ему слова «нет». Кстати, вот история про секс тоже хочу затронуть, когда девочка говорит, у меня недавно был такой запрос, девочка говорит, что на первом свидании, ну не на первом, приехал там мужчина-иностранец, и вот говорит, мы с ним быстро должны познакомиться, мы переписывались, у нас про отношения, но он сразу же сказал, что он хочет, чтобы у нас был секс, чтобы мы, значит, посмотрели, подходим ли мы друг к другу. То есть вот эта история про то, когда вы хотите, не знаете, хотите ли вы с этим мужчиной интимных отношений, но вы боитесь, что он от вас уйдёт, если вы ему их не дадите, это же с детства у нас это идёт, с подпоком периода, то это как раз про созависимость. И я хочу ещё добавить такой момент, что созависимость может быть в отношениях с одним партнёром, а может быть вы с партнёрами расстаётесь, но сразу же ищите другого партнёра, чтобы перепрыгнуть сразу в отношения и кому-то отдать вот эти все свои страсти, но самое главное, чтобы не быть одной и на кого-то это перебросить. То есть это тоже по созависимости, у вас могут партнёры условно каждый месяц меняться, но вы не можете быть одна совершенно при этом. Потому что, да, ведущим мотивом является то, что женщина боится быть одна, да, она боится быть одна, потому что внутри неё какая-то пустота, которую она хочет заполнить кем-то, да, кем-то извне. То есть ей не хватает катастрофической любви, и она ищет эту любовь и пытается её получить от других. Но, к сожалению, это так не работает, и как мы уже видим и на опыте, и по многим множественным рассказам, да, чем больше женщина вот так вот проявляет напоры в сторону мужчины здорового, будем сейчас говорить, да, тем мужчина больше от неё отдаляется, потому что нормальный человек с нормальной стабильной психикой, ему такое не нравится, да, когда на нём зациклены, когда в нём хотят растворяться, когда живут его жизнью, когда пытаются контролировать каждый его шаг, когда пытаются его спасать, да, то есть он себя чувствует каким-то слабым, и нормальный мужчина из таких отношений, если они там в зачатке, он уходит, да, но есть категория людей, которые можно назвать контрзависимы, да, это как раз вот эта вот двоечка, из которой образуется вот эта пара созависимых отношений, да, когда этот контрзависимый человек, он принимает вот этот напор, он его принимает, потому что у него тоже есть свои травмы, мы об этом позже поговорим, вот, и он как такой вот мячик, да, он то бросает его, то обратно, на верёвочке, да, туда-сюда, туда-сюда этого зависимого человека. То есть вот есть я, да, например, которая обожает своего партнёра, я в нём хочу раствориться, хочу его любить, хочу его обожать, хочу всё о нём знать, хочу его полностью контролировать, ему принадлежать. Как ведёт себя контрзависимый? Контрзависимый, он до определённой точки, он как бы это принимает, но если он чувствует, что его уже по-настоящему полюбили, и от него хотят каких-то ответных действий, у него начинается отдаление, да, то есть он начинает избегать, избегает. Он может пропасть, он может не писать, не звонить, да, он может отдалиться, он может загрузить, ну, говорить, что он загружен работой и так далее. То есть он держит дистанцию сразу. Какой у него мотив поведения? Почему? У него мотив поведения такой, что если зависимый человек, да, недополучил в детстве любви, и он, как я уже говорила, у него внутри пустота, он хочет эту пустоту заполнить за счёт другого человека, да, получить эту любовь. У контрзависимого, у него, как правило, в детстве травма отвергнутого, да, то есть он боится довериться, довериться, он боится сблизиться, он боится подпустить человека близко, чтобы потом не получить вот эту боль отвержения, да, поэтому это, как правило, перфекционисты, как правило, они стараются свою жизнь выстроить таким очень, как бы, показательным образом, чтобы быть достойным любви, чтобы быть неотвергнутым. Но в то же время они выбирают позицию избегания, да, когда приходит момент, когда нужно взять ответственность, например, там, съехаться, да, вместе жить, или познакомиться с родителями, или познакомить с друзьями. У него начинается момент, когда он начинает этого избегать, он придумывает массу оправданий и всего такого, то есть он как бы держит зависимого, да, он держит его в своём поле, но он не идёт на серьёзные шаги. Это как могут быть, знаете, как отношения, которые там длятся по пять лет, да, но человек не женится, да, или там три года знакомого с мамой, с родителями не познакомого. То есть, ну, вот такая вот история, получается, один догоняет, а другой убегает. И вот это постоянно бесконечная игра, бесконечно один и тот же сценарий, как ты, Оля сказала правильно, зависимый человек, он может расстаться, вот, но он выберет партнёра из себя, опять же, такого же контрзависимого, потому что он, ну, ему этот сценарий известен, он по-другому не может, он по-другому не знает, да, то есть женщина, если привыкла всё время добиваться этой любви, заслуживать эту любовь, спасать кого-то, отдаваться, растворяться, она будет раз из разы это делать и находить людей, которые это принимают. Как правило, это люди вот контрзависимые, часто такими бывают тоже тираны, абьюзеры, да, то есть, ну, это тоже абьюзивные отношения, другая история, но это люди, которые этим, они понимают, что они этим могут манипулировать, да, и вот так вот они и живут, как говорится, долго, но несчастливо. Я хочу сделать такой маркер важный, что вот мы очень часто, когда попадаем в какие-то отношения, женщины говорят, почему я всё время привлекаю одних и тех же мужчин, а вы их не просто привлекаете, вы их сами находите, вы ищете именно таких мужчин, то есть вы этого не понимаете, но вы сами ищете именно таких, то есть вы, например, знакомитесь с парнем, да, там начинаете активно, он от вас шугается, и он вам не интересен, а если вы, например, начали активно супер к нему внимание, а он тоже, давай, такой активно, он вам становится интересен, а на самом деле вам кажется, что просто дело во внимании, а дело в том, что первый человек здоровый, да, его это сразу напрягло, он такой типа, что это за фигня такая, чё она какая-то бешеная, а второму именно это как раз и нужно, поэтому вы должны осознавать, что для того, чтобы отношения поменялись, ну, мы будем об этом говорить, нужно самой измениться, то есть вопрос не в том, чтобы другого искать, вы найдёте другого, но ваше поведение до тех пор пока не изменится, а оно основано там на глубоких каких-то моментах, которые нужно копать, вы же тоже не просто так вот этом внимании нуждаетесь, да, вы, у вас там в детстве были моменты и нюансы, по которым вам это внимание так сильно нужно, почему вы заслуживаете эту любовь, ведь по сути, когда человек, когда девушка, да, давайте про девушку, когда девушка находится в отношениях созависимости, она пытается всем любым способом получить эту любовь, с помощью своего тела, с помощью того, чтобы купить человека, например, да, если она может это сделать, например, делать ему дорогие подарки там или что-то ещё, то есть любым образом заслужить, сделать так, показать, что она самая лучшая, то есть это нездоровая на самом деле вот история, но эта история заключается, девочки, в вас, потому что я очень часто слышу, да, почему все мужики вот козлы, да, или все мужики такие одинаковые, дело не в том, что они такие, это как красная краска у вас на руках, и вы ей всё трогаете, и вы спрашиваете, почему все предметы у меня красные, потому что краска красная находится на ваших руках, это не предметы красные, они разноцветные, но когда ваши красные руки до них дотрагиваются, всё становится в итоге красным, Я правильно говорю? Совершенно верно. Дело не в том, что все мужики козлы или все плохие, а просто в том, что фокус именно на этих мужчинах. Потому что, как мы уже говорили с детства, если девочка привыкла завоёвывать любовь, заслуживать любовь, она, и если ещё, кстати, очень важно, тоже у нас же есть такой момент, как копирование поведения наших близких значимых. Если девочка видела, что вот мама так себя ведёт, что мама постоянно страдает, мама постоянно расстроенная, она постоянно подстраивается под папу, она терпит оскорбления, унижения. Девочка, она понимает, что вот это и есть любовь. Вот это, она вот и есть, это норма, да? И поэтому она даже не представляет, а как по-другому, ведь она это с детства видит, и мама с ним живёт. Мама-то живёт с папой, да? Это сразу бьёт, значит, любит. Да, это тоже, да-да-да. Бьёт, значит, любит. У нас просто на постсоветском пространстве такой объём вообще вот этих негативных убеждений, да, которые женщины впитывают в себя с детства, и потом мы удивляемся, почему у нас женщины ходят постоянно с опущенными глазами, расстроенные, или наоборот, они перекраивают внешность, они худеют до изнеможения, ложатся под скальпель, под нож, лишь бы, лишь бы понравиться, лишь бы заслужить любовь, а не готовы отказываться от своих желаний, от своих чувств настоящих, эмоций, лишь бы вот соответствовать, да, тому мужчине, ну, и нравиться ему, как бы, да, выполнять его какие-то там запросы, требования, потому что сама по себе быть собой, она даже не представляет, как это, а вдруг я никому не нужна буду, да, вот это тоже триггер сидит в голове и страх, а вдруг я буду одна, да, а вдруг я буду никому не нужна, да кому я такая нужна, и то есть вот эти мотивы, они вот девушек подстегивают к тому, чтобы терпеть, жить в страдании, но продолжать это делать, жаловаться на это, да, там вот, например, созависимый человек, зависимая женщина в отношениях, она постоянно испытывает боль, она постоянно чувствует себя покинутой, даже по каким-то мелочам, там, пошел ее мужчина куда-то с друзьями, все, она чувствует себя покинутой, вот он, он с ней не хочет проводить время, вот он ее игнорирует, вот он, она там уже представляет, как она, он там развлекается с девушками, с другими, она звонит подруге, она жалуется, она уже вокруг себя, там, дом советов собирает, фонопочтой, вот этой вот контроля, там, не знаю, вот контролировать пытается, да, то есть фокус, как вы видите, только на поведении мужчины в данном случае, если девушка здоровая, в здоровых психологических отношениях, ее мужчина пошел отдыхать, она с удовольствием почитает книгу, там, я не знаю, займется своими делами, пойдет на йогу, пойдет погуляет пешком по лесу, пойдет, там, я не знаю, в кафе с подружкой, она думать не будет, что он там делает, ну, пошел и пошел, ну, пусть отдохнет человек, то есть, да, разница очень большая, там фокус постоянно на партнере, а в здоровых отношениях фокус, ну, в первую очередь, на себе, и заметьте, одну большую, важную вещь, человек, у которого нет зависимости, и нет каких-то ментальных проблем, он понимает, что главный человек в его жизни, это он, да, главная девушка, ну, для девушки главное в жизни, это она сама, потому что все остальное, это уже как бы второстепенно, в нашу жизнь люди могут приходить, и могут уходить, но это не значит ровным счетом, что это какая-то трагедия, драма и так далее, потому что наша жизнь продолжается, мы должны быть самодостаточными, цельными личностями, сами уметь заработать себе на жизнь, сами уметь себя порадовать, ну, 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 как бы в крайнем случае, конечно, вдвоем веселее, но делиться своей любовью, своими чувствами, своими эмоциями, и какими-либо благами, да, нужно только из избытка, а не так, как привыкли многие, в ущерб себе, вот в этом очень большая разница, да, между здоровыми отношениями, и созависимыми, в здоровых отношениях люди самодостаточные, и они делятся друг с другом из избытка, потому что у них все хорошо, они как два цельных таких вот шара, которые соприкасаются и обмениваются энергиями, а в созависимых отношениях, там каждый хочет урвать у партнера какой-то кусок, тот, который ему нужен. Вопрос. Вот поставьте, пожалуйста, сейчас кто тут присутствует, единички, вот цифру один, если вы считаете, что у вас здоровые отношения, вот вы честно можете сказать, что вы вот здоровый человек в отношениях, у вас нету признаков никакой созависимости, и двоечки, те, кто считает, что есть признаки или конкретно. Выход из ситуации мы сейчас проговорим, Ир, мы пока обсуждали проблему, мы сейчас поговорим о том, как с этим нужно работать, попрошу вас еще раз, единички, кто считает, что он здоровый, у него здоровые отношения, и двоечка, кто понимает, что он созависим. Так, просто интересно. Потому что я, например, к единичке себя не отношу, я вот вам сразу же скажу, что я, например, осознала, мы не зря взяли с Наташей эту тему, потому что я, например, обладаю вот этим моментом тотального контроля, и попробуйте сделать так, чтобы я вам позвонила, и вы не взяли трубку. Вот вы меня увидите через 10 минут, значит, в глазок там. Да, кстати, вот желание полного контроля, это тоже признак созависимости. Да, как со стороны мужчин, это бывает, да, когда мужчина хочет знать о всех моментах, куда ты поехала, с кем ты поехала, что ты делаешь, что ты смотришь, какой ты маникюр делаешь, какого цвета, то есть он хочет все это знать, и он еще там может тебе говорить, как ты должна что-то делать, да, так же и с женщиной, вот она хочет проверить его телефон, вот она хочет узнать, а что же он там делает на работе, приедет на работу, поговорит, у кого-то выспросит, то есть она все время, все время о нем, о нем, о нем думает, да, не о себе, не о своей жизни. У человека зависимого совершенно нет интереса к своей собственной жизни, то есть он интересуется только жизнью партнера, и его мысли, они такие, я сделаю это из-за него, я хочу, чтобы он, я хочу, потому что он этого хочет, да, то есть, а у здорового человека, у него другие мысли, он говорит, я хочу, потому что мне это в кайф, я хочу, потому что мне так нравится, мне так нравится, я хочу, потому что это моя цель, да, то есть, опять же, разница очень большая. Был вопрос, я хочу на него ответить по поводу того, что если нету отношений, ну тут очень просто, если у вас нету отношений и вам комфортно, то есть вы не страдаете, вы не ходите, не чувствуете, что все по парам, а я не по парам, или никто меня не берет, или где бы что найти, то есть если вы страдаете от этого, то вы однозначно созависимый человек, потому что вам плохо с самим собой, если вы кайфуете, да, то есть понимаете, что да, конечно, у меня будут какие-то отношения, конечно, я встречу партнера, я хочу устроить отношения, но сейчас я сама, мне кайфово, то однозначно вы единичка, вот, вы здоровый, нормальный человек, который проживает сейчас жизни, и у него нету такого, что если я с партнером, то это как бы жизнь, а если я без партнера, то как бы это не жизнь, это существование, жалкое влачение, да, вот, как у нас принято при встрече, первый вопрос к девушке, а когда замуж, да, ну что, жених есть, да, 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 как, нет уже, нет, и ты, а ты все одна, а уже же и пора и рожать, смотри, а то твой поезд уйдет, да, вот это вот у нас доброжелатели, да, то есть женщина, я говорю, она же воспринимается, как предаток мужчине, если женщина без мужчины, все, катастрофа, это уже не человек, а если в планах есть разведенная, да, то кому же ты теперь нужна, тяжелая, ну это вообще, конечно, разведенка, Оль, слушай, я хочу спросить, я, во-первых, не вижу комментариев, а во-вторых, вот я себя вижу, у меня комментарии, как бы на моем отображении, у тебя нормально, да, ну как, да, а, ну ладно, тогда главное, чтобы, ну, зрители меня видели, потому что у меня совсем как-то, нет, я не знаю, вы зрители, вы видите нормально, все в порядке, потому что я нормально себя вижу, я даже комментариев не вижу, ну ладно, это не в порядке, все хорошо, смотри, есть вопросы, на которые тут я вижу, у меня были с мужем отношения к единичке, но все равно он вообще отдалился меня, и потом я сама развелась, так, ну это не вопрос, это уже факт, здравствуйте, если муж унижает, словесно обижает при детях в основном, но руки не поднимает, его отец бил его мать при них, а как вообще быть мне, получается, он и на разговор не идет, это конечно очень сложная история, вот, и как быть вам, я недавно тоже на эту тему писала пост, да, с абьюзерами, честно говоря, я советую сразу расставаться, это очень сложно, потому что опять же, там уже идет система абьюзер-жертва, и жертва, как обычно, как правило, надеется, что он изменится, вот, если она будет себя вести хорошо, так как хочет он, он ее будет любить, ну так это вкратце, да, если вот она будет выполнять его требования, он успокоится, но нет, девочки, это так не работает, если руку подняли один раз, или если скандалы, оскорбления, тем более при детях, вот, то это лучше не будет, и поэтому мой совет, я редко даю советы, конечно же, редко, да, вот, потому что у каждого свой путь, но в данном случае, это представляет угрозу для психологического здоровья, для физического здоровья, и для здоровья ваших детей тоже, потому что они пойдут по тому же сценарию, это повод серьезно задуматься, и там надо прорабатывать в себе моменты этой жертельности, почему вы терпите этого человека, почему вы рожаете ему детей, почему, ну, позволяете все это проживать, вот, это, к сожалению, скорее всего, тоже какой-то родовой сценарий, который был впитан с детства как норма, вот, ну, там надо копать, выяснять, прояснять, и, хотя, я думаю, что я проведу эфир, может быть, в совместной с Олей, да, на тему абьюзивных отношений, потому что это тоже созависимые отношения, тяжелая их форма, да, ну, тут только расходиться, потому что лучше не будет, как не надеяться на это, как не верить, но это, ну, бывает, я не знаю, 0,1%, вот, это, и чтобы стало лучше, надо идти вместе, и это прорабатывать, и ему, вот, и вам, к семейному психологу, к психотерапевту, то есть, над этим надо серьезно работать. Так, ну, вот, пишет девушка, что тоже жила с абьюзером, ребенку меньше двух лет, подготовилась, вышла на работу, и ушла удаленно, у нас нормальные отношения, ребенок не видит скандалов, и мне хорошо и свободно, да. Молодец, девушка, надо брать с нее пример, это не просто уйти от абьюзера, это требует работы над собой, вот, если это удается, то ничего уже в жизни не страшно, я поздравляю души, ты девушку, и она молодец. Давай вернемся к нашей теме, и поговорим, вот, мы выяснили, тут много людей, есть, что мы находимся в созависимых отношениях, то есть, опасность созависимых отношений заключается в том, что мы все больше и больше смещаем фокус на партнера, и в результате у нас там появляются ролевые игры, где мы или жертвы, или где мы агрессоры, и нападаем периодически, делая жертву, то есть, мы все время находимся в каком-то состоянии, достаточно сложно пойти в ресурсное состояние, строить свою жизнь, добиваться успеха, получать удовольствие, кайфовать, то есть, эти все вещи становятся для нас достаточно проблематичными, так или иначе, на первое место постоянно выходят вот эти манипуляции, эти игры, ты меня любишь, не любишь, то есть, знаете, страстная, горячая, мексиканская любовь, но проблема в том, что это не как сериал, который ты посмотрел серию, нажал на кнопку, как у здорового человека, да, а потом сказал, ладно, я пошел жить, а в этом происходит вся жизнь, то есть, жизнь превращается в эту мыльную оперу бесконечную, и счастье в этом, мы все время за ним бежим, нам кажется, что вот когда он начнет себя вести вот так, тогда я буду счастлива, но это когда-никогда не наступает, давай поговорим о том, каким образом все-таки из этого выскочить, и как из двоечки, из человека вот этого созависимого, возможно превратиться в единичку человека, который фокус смещает на себя, и для которого, прежде всего, он сам становится себе нормальным, и вот еще сразу же встречный вопрос, следующий точнее, обязательно ли при этом менять партнера, или возможно вместе с партнером поменяться, потому что мы же выяснили, что в этих отношениях как бы контрзависимый связан, да, то есть он как бы травмирован, и этот союз поэтому прекрасен, да, то есть он может существовать, потому что созависимый и здоровый человек, ну это как один бухает, а второй нет, да, то есть им вместе не особо интересно, вот, а тут как бы им нравится одному бухать, второму спасать его от этого алкоголя, там там муклястся, что я больше не буду, там там тащить его на плече и знать, что он ему клизму поставил, вот, то есть это игра таких, вот можно ли вылечиться обоим, но это второй вопрос, вот первый вопрос, я, например, понимаю, что я созависимая, как мне с этого соскочить, я хочу перестать париться тем, что делает мой партнер, перестать париться, как его завоевать или проконтролировать, а жить своей жизнью, но при этом быть счастливой женщиной тоже в отношениях, ну, может быть, не сразу, а не будет. Да, любая зависимость, да, это в принципе болезнь, поэтому тут нет волшебной таблетки одной, которую ты выпьешь и вот прям выздоровеешь, да, во-первых, нужно это осознать, да, у меня есть проблема, да, когда мы идем к доктору, мы ему говорим, у меня вот была вчера температура, у меня болело горло, у меня там опухла, не знаю, там железа какая-то, да, то есть у меня там дрожь бросала, то есть мы, мы отслеживаем симптомы, да, когда мы начинаем осознавать, что мы в зависимости, да, что мы не совсем здоровы психологически, нужно это признать в себе и начать отслеживать. И самое главное, в первую очередь, что нужно делать, это просто пытаться осознать, что главный человек в вашей жизни, это не он, это вы, и ответственность за вашу жизнь лежит только на вас, и счастливы вы или нет, зависит только от вас и от ваших действий, естественно, конечно, поэтому с вот этим вот гордым званием автора своей жизни идти дальше. Ну, что еще нужно делать? Обязательно учиться прислушиваться к себе, к своим желаниям и к своим потребностям, да, то есть жить не так, как нравится ему, не так, как хочет он, не удовлетворять его потребности в ущерб себе, а четко осознавать, что хочешь ты, что хочешь ты, и не то, что касается другого человека, не то, что я хочу, чтобы Вася бросил пить, или я хочу, чтобы Петя бросил курить, и тогда у нас все будет хорошо, или я хочу, чтобы там Коля на мне женился, и тогда я буду счастлива. Нет, мы говорим так, я хочу, чтобы мой мужчина, я не выберу того мужчину, который курит, да, я буду лучшей женщиной для достойного мужчины, и он, конечно, для меня женится, на мне женится, да, и так далее, то есть мы осознаем свои именно желания, не с призмы, что хочет он, и почему я буду это делать, потому что этого хочет он, а потому что я этого хочу, и это мои желания, потребности и цели, вот, третий момент, учиться быть одной, потому что, как правило, страх, который загоняет любые отношения, в которых некомфортно, это страх одиночества, обязательно, начиная с малого искусства, маленьких шагов, остаемся с собой наедине, и проводим это время обязательно в удовольствии, да, потому что, если ты хочешь другой результат, так ты должна и действовать по-другому, не надо маниакально там за кем-то бежать, требовать общения, внимания, учиться нужно быть самой с собой, и когда вы перестроитесь, вы поймете, что, блин, да как же мне самой с собой прикольно, вот, поэтому, такое маленькое, простейшее упражнение, лист бумаги, ручка, и напишите 50 своих желаний, только своих, только своих, да, 50, и в течение недели, хотя бы первая неделя, по одному желанию в день реализовывать, обязательно, потому что писать это одно, но, все перемены начинаются с действий, да, поэтому написали, реализовываем, и начинайте с малого, не надо сразу какие-то глобальные, потому что глобальные какие-то новшества, они всегда страшат, пугают, с малого, выходите из зоны комфорта, и перестраивайтесь на новую волну, так, дальше, что нужно учиться, концентрироваться обязательно на своих чувствах и эмоциях, на своих, не брать ответственность за эмоции партнера, что вот он разозлился из-за меня, вот он из-за меня расстроился, вот что ж я такая дура натворила, теперь он будет там ругаться, да, нет, забыли о партнере, думаем о себе, о своих чувствах, и проговариваем про себя, да, осознаем, можно записывать, есть такой способ, можно поставить будильник, несколько раз в день, да, и когда звучит сигнал, ловим себя на ощущение, а что я сейчас чувствую, а что происходит внутри меня, и когда мы начинаем это делать, мы сначала, блин, я опять о нем подумала, я опять думаю только о нем, да, потом мы начинаем, так, хорошо, я сейчас чувствую это, моё там, моя эмоция такая-то, и начинаем осознавать, что мы, ну, мы, это мы, то есть я, это я, и вот она моя, это моя злость, я злюсь, да, я имею на это право, почему я злюсь, потому-то, потому-то, а вот сейчас я радуюсь, а почему я радуюсь, а вот потому-то, да, то есть мы, мы начинаем понимать, кто такая я, да, Ну и что еще? Обязательно работать над своими личными границами, если вы уже в зависимых отношениях, как правило, созависимые люди, они не ощущают ни своих границ, ни границ партнера, то есть они вот-вот просто напролом, да, и также они хотят, чтобы вот этот партнер просто тоже к ним был близко-близко, без никакого личного пространства, то есть все время вместе, ходить вместе, гулять вместе, работать вместе, дышать и так далее, не представлять себя без партнера, ну вот, заниматься нужно тем, чтобы осознавать свои личностные границы, как только мы осознаем, что вот они есть, что вот это мне приятно, это мне неприятно, я хочу сказать, пожалуйста, так не делай, я этого терпеть больше не буду, у меня есть право на свое пространство или на то, чтобы делать то, что я хочу, вы начнете понимать, что, а у него-то тоже личные границы есть, а что ж я с таким напором-то на него наскакиваю, я же тоже не даю ему дышать, забираю ему кислород. Да, а прервать немножко, вот такой есть момент, да, что когда я, я прямо это на себе испытываю и испытывала, да, я нахожу в достаточно тесном контакте с мужем своим, и так далее, и так далее, и вот я говорю, ты знаешь, дорогой, я тут это, начала немножко по-другому смотреть на жизнь, мне нужны личные границы, я хочу погулять, я хочу то, я хочу то, он сначала говорит, окей, хорошо, давай, проходит неделя, там полторы-две, и он говорит, ну все, ты остановилась, ты говоришь, ну нет, у меня там личные границы, я сейчас с подружками хочу в путешествие отправиться, еще что-то, мы сталкиваемся с глобальным моментом неприятия этого, он говорит, в смысле, мы с тобой жили 10 лет так, и все было ок, меня это не устраивает, а у тебя вроде, ну как бы классные, нормальные отношения, то есть тебе в них комфортно, не то, что ты там готова с ним расстаться, да, там избежать от него, и это как, ну, у меня такое всегда очень чудесное сравнение, но это как собака, с которой ты спал все время в постели, разрешал ей спать, да, и тут в какой-то момент ты пошел на тренинг, узнал, что собаки не должны спать, это в принципе неправильно, да, она должна, оказывается, там спать на коврике, и ты пытаешься, значит, свою собаку, у меня просто была немецкая овчарка, поэтому для меня это очень чудный пример, и ты пытаешься, значит, собаке объяснить, что она теперь тут спать не будет, и собаке это очень не нравится, конечно, я мужа своего не сравниваю с собакой, вот, но собаки обижаются, когда я их сравниваю с людьми, вот, шучу, дорогой, но когда ты начинаешь менять что-то в отношениях, вторая сторона не всегда радуется, то есть было бы классно, если бы он сказал, ой, Оль, супер, я так давно этого ждала, замечательно, да, он, например, говорит, а мне не нужны друзья, а мне не нужно это время, а мне и так хорошо, как было, и он начинает выставлять, у него включается страх, он начинает выставлять ультиматумы, а если ты так, ну тогда пеняй на себя, потому что я свое личное время буду проводить так, как тебе может не понравиться, да, вот как вот плавно выйти со своим умом на новый уровень каких-то, и не травмируя его при этом, вот если он еще к тебе пришел. Тут, конечно, объяснимо абсолютно этот момент, да, к нему нужно, ну, я всех предупреждаю, с кем я работаю индивидуально, да, что окружение будет протестовать, окружению будет это не нравиться, потому что удобно так, как было, уже к этому все привыкли, что они могут тебя в любой момент дернуть, и ты побежишь, что они тебе скажут, так, ты плохая там дочь, да, и ты уже там будешь извиняться, ты там каяться, да, и будешь наступать себе на горло, но сделаешь так, как хотят родители, да, например, ну или там, не знаю, муж, да, то есть окружение всегда протестует, но нужно просто представить себе весы, да, вот, и просто положить на чашу весов свое ощущение, да, вот, когда ты задыхаешься, когда тебе плохо, да, а потом ты начала дышать, и тебе хорошо, и вот два состояния своих сравнить, вот первое, когда тебя, ну, настолько там, не знаю, ограничивают, да, твои близкие, да, а второе, вот, когда ты кайфуешь от своей жизни, и просто подумать, а что тебе ближе? Ну, смотри, вот, если мы говорим, да, например, я выхожу из созависимых отношений, выход, это как сесть на диету, да, то есть ты, типа, уже начал этот путь, но ты можешь сорваться. Да, это важно, да, вот, поэтому... Ты начинаешь расстраивать, ну, говоришь ему, ты знаешь, милый, ну, в этом случае, прости, я буду делать так, как я считаю нужным, да, и он в этот момент собирает вещи, я условно говорю, и говорит, ну, если ты меня ни во что не ставишь, я не хочу с тобой жить, он разворачивается и уходит, и ты начинаешь понимать, что ты сейчас берешь, ну, ты что начинаешь думать, у меня была охуенная жизнь, простите, друзья, у меня все было классно, в принципе, я просто решила, как бы, стать еще лучше, еще счастливее, но я все разрушила, нахрен, и у тебя начинается паника, моя реакция, бросить нахер все, закрыть все и бежать, молить его о прощении, потому что, что я натворила, у меня же в целом-то было все классно, и ты думаешь, нахер мне было в то кино ходить, не хотела я с этими подружками видеться, ну, там, условно говоря, да, то есть не было такой прямо жесткой, там, у меня потребности, это когда ты затыкаешься, и когда ты находишься в отношениях, которые тебя убивают, да, а вот здесь, понимаешь, какой-то, мне кажется, вариант должен быть все-таки мягче, потому что иначе ты рискуешь все нахрен раздолбать, и это может быть отношение не длинное. Конечно, мягче, и я всегда за то, что партнеры должны договариваться, и если у вас действительно хорошее отношение, там, и любовь, и долгосрочный союз, ну, мне кажется, что можно объяснить своему партнеру, что вот у тебя сейчас такое состояние, вот тебе хочется туда-то пойти, вот тебе хочется это сделать одной, да, побыть одной, вот, конечно, легко, когда у вас с этого все и началось, но когда ты меняешься, твой партнер, конечно же, да, на это реагирует не всегда хорошо, но нужно объясняться, я думаю, что из-за каких-то таких безобидных, ну, по сути, вещей ты не предаешь, ты, я не знаю, ну, ничего такого не делаешь, да, ну, почему человек там развернется и уйдет, ну, значит, значит, он тоже как бы зависимый, да, то есть, значит, он тоже хочет тебя контролировать целиком и полностью. Тут у тебя был вопрос еще до этого, можно ли вот эти отношения перевести в здоровое? Можно, да, но если работать вдвоем, опять же, с психологами, да, потому что вы сошлись не зря, вот, да, как зависимый, контрзависимый, у каждого своя травма, это практически всегда родом из детства травмы, да, вот, поэтому нужно обращаться вдвоем, вот, я рекомендую обратиться уже сразу к психотерапевту, вот, потому что там как бы более глубокая работа, техники, вот, и тогда, если вы хотите сохранить союз, вот, работать вдвоем, потому что на самом деле личное пространство – это нормально, это нормально и для него тоже, просто у него страх, что, блин, он сконцентрирован только на тебе, у него только семья, у него, ну, то есть, он себя оградил от всего, и у него фокус только на семье, да, то есть, у него нет друзей, у него нет никакой жизни, у него нет хобби, у него нет, то есть, это тоже ненормально, у человека, ну, несколько сфер жизни, да, должно быть, и тогда он кайфует, да, потому что вот у него работа, и там ему зашибись, вот у него есть хобби, там, да, на рыбалку он ездит с мужиками, и там зашибись, вот у него есть женщина, с ней гармония и любовь, понимание, супер, вот там дети, вот там вот у него, там, я не знаю, какое-то там сообщество, я не знаю, там какое-то, да, и все сферы, да, как такие островки в его жизни, окей, и если одна сфера, вот, например, да, личная, ну, вот да, ну, ты, ну, как бы тоже человек, у тебя есть свои желания, если у него есть разные сферы, он везде реализован, да, реализован, не зациклен на одном, а он реализован в разных сферах, то он не чувствует вот этой какой-то потери, покинутости, обиды, если, ну, ты куда-то захотела пойти, а если полностью фокус на тебе, то, конечно, у него, ну, мир рушится, да, поэтому тут вопрос в том, что не зацикливаться друг на друге, а жить полноценной жизнью, реализовываться полноценно во всех сферах. Часто приходится, значит, женщине взяться сначала за жизнь своего мужа, помочь реализовать, ну, вот знаешь, например, все женщины мечтают, чтобы их мужья не пили, да, ну, вот на народном языке не бухали, да, ну, алкоголь, вот, например, мой супруг не пьет, да, много лет уже, вообще не употребляет алкоголь, как ты понимаешь, он лишился всех своих друзей и компаний, и вот с кем бы мы нигде не знакомились, например, 99% случаев, он не вхож затем в компании мужские, которые едут на лыжи там или еще куда-то, просто потому что он не пьет, да, к примеру. И вот очень часто, когда мужчина, ну, как бы, скажем так, такой типа правильный, классный, удобный для семьи, ну, типа с ним хорошо, да, вот, он совершенно неудобный для своих друзей, и действительно получается, вот у меня, например, Сережа именно такой, да, то есть ему неинтересно там про бухать, ему неинтересно про женщин, там, ну, типа поедут на яхтах, там, неинтересны какие-то игры, типа там, не знаю, азартные и так далее, и так далее. И я вот замечаю, это я просто к чему говорю, замечаю к тому, что мы очень сильно хотим себе правильных мужчин, которые бы нас любили и обожали, но в итоге, когда сталкиваешься с суперправильным мужчиной, не понимаешь, как потом идти самой к подругам, да, вот, потому что он, ну, типа, а мне не нужны друзья, ну, типа, мне нормально. Ну, подожди, тут опять, Оль, ты смотри, ты опять перешла на мужчину, да, и ты, ты как бы думаешь о нём, но подожди, это его выбор не пить, ты его заставляла не пить. Ну, смотри, это его выбор, это его жизнь. Мне же понравится, ну, то, что такое. Да, ну, это значит, такой, ну, модель поведения у него, ну, как бы, а что теперь? Ну, понимаешь, вот смотри, когда я рассуждаю гипотетически о людях, мне тоже легко об этом говорить, да, но когда, например, это мой мужчина, да, которого, там, я ценю, люблю, с которым у меня, там, долгая, длительная жизнь, который меня во многом очень поддерживал, то, безусловно, я не могу просто наплевательски, ну, и зная, например, тот же его характер, мне как-то не очень хочется наплевательски хлопнуть дверью, сказать, буду утром, прости, ну, типа, у меня сегодня такая потребность. Но я, как бы, и так очень многие вещи там себе позволяю делать, вот, но я понимаю, что в какой-то момент, как говорится на украинском, терпеть сможет урваться, да, и я могу получить такой, ну, он просто скажет, ну, окей, то есть, вот, например, он не будет меня шантажировать, он там развернётся, например, просто уйдёт. Ну, вот у меня, например, муж такой, да, то есть, он такой, типа, ну, окей, раз тебе это важнее, значит, хорошо. И тут уже начинается следующий момент, ну, получается, какие-то очень критические, знаешь, такие точки. Вот тут как бы подготовиться к этому? Тут нужно, тут, конечно, нужно соблюдать экологичность, да, если для тебя эти отношения ценные, не надо доводить до критических точек. Если ты хочешь с подругами пойти, ну, не надо до утра тусоваться. Ну, так, да, давай брать золотую середину. Я думаю, если ты захочешь на, там, пару-тройку часов пойти, ну, как бы, да, окей, я думаю, что муж не будет против. То есть вопрос экологичности и какой-то, вот, умеренности всё же, да, ну, идти умение друг другу навстречу, это тоже важно, понятное дело. Вот, но то, что он, ну, как бы, у него нет другой сферы, как бы, реализации, кроме как вот семья и ваш совместный бизнес, это уже, как бы, его вопросы, и тут ему надо это прорабатывать, да, потому что, ну, как бы, тут надо договариваться, это тоже, ну, как бы, такая тема широкая, и тут надо идти уже в индивидуальную работу, вот, потому что если у тебя такая очень большая потребность, там, быть отдельно, ну, прям совсем, а ему это не нравится, вот, но надо искать какой-то компромисс, как всегда отношения держатся на компромиссе, но нельзя ни в коем случае идти на компромисс, наступая на свои, ну, как бы, себе на горло и придавая свои ценности. Одно дело, когда ты идёшь навстречу и остаёшься верна себе, да, а другое дело, когда ты наступаешь себе на горло, потому что партнёр так хочет. Смотри, есть вопросы... Тут надо всё разбирать в деталях, понимаешь, тут нам эфира этого точно не хватит, 5 минут осталось, есть вопрос интересный, я хочу тебе его зачитать, а если мужу друзья дороже семьи, если его практически нет дома, и меня бесит его ценность, не поняла, вколдырить, короче, он меня бесит, то есть муж уже с друзьями чаще, чем со своей женщиной. Тут вопрос ценностей партнёров, да, если у партнёров... Это очень важно, когда у партнёров совпадают ценности, да, вот, например, если у мужа большая ценность это общение с друзьями, там, реализация себя, там, с друзьями, и уважение от друзей, а для женщины это самая большая ценность семья, да, вот, но они разные, ну, всё это факт, да, если он совсем не бывает дома, но, значит, там уже, как бы, не очень всё хорошо, и там надо разбираться, почему он не бывает, почему ему друзья, ну, как бы, с друзьями комфортнее, почему она всё же живёт с ним, да, если ей, ну, так плохо, то есть это всё очень индивидуально, и нужно понимать, что люди не меняются, если это его сознательные выборы, он был таким всегда, значит, это такой человек, он, может быть, любит, и, как бы, и подпитывается от этого внимания общества, от друзей, да, и ему семья, но она не на первом и не на втором, на каком-то двадцатом месте, и есть такие люди, они всю жизнь так живут, они душа компании, а дома они там просто приходят и спят, да, то есть они просто там проживают жизнь, да, как бы, поэтому тут надо, если девушке это, мне не видно комментарий, не могу обратиться по имени, вот, если девушке это вольно, да, неприятно, ну, надо, надо какие-то меры принимать. Ребят, у нас осталось три минуты до окончания эфира, поэтому давайте договоримся о следующем. Первое, нам с Наташей надо понять, интересно ли вам наши совместные эфиры, если интересно, я попрошу сделать два момента. Первое, это оставить комментарий, второе, это сохранить это видео, нам будет это понятно, тогда стоит ли нам продолжать делать их здесь. Второй момент, в комментариях напишите, пожалуйста, темы, которые были бы вам интересны, вы уже немножко понимаете, о чем мы можем говорить вместе, какие темы для вас являются интересными. Я вас попрошу обязательно, вот когда я публикую видео, сделайте это, пожалуйста, сохраните видео и напишите, какие темы вам интересны, чтобы мы с Наташей могли это перечитать, и она увидела тоже комментарии. Обязательно подпишитесь на аккаунт Наташи, я вас очень прошу, во-первых, потому что она интересный человек, у нее есть интересные посты классные, вы можете писать ей в личку вопросы, это не значит, что она вас будет прям всех сильно разбирать, но, по крайней мере, куда-то сориентирует, и, возможно, кому-то будет интересна непосредственно работа с Наташей, почему я, я вообще, вы знаете, я никогда никого не рекламирую, не делаю, но она мне сама очень помогает, мы с ней сейчас практически каждый день, да, наверное, на связи, у нас есть рабочие сессии, есть поддерживающие сессии, и иногда есть такие моменты, которые нужно в себе раскопать, расковырять, она, в принципе, помогает это сделать, вот, поэтому я надеюсь, что вам сегодня было полезно и интересно, еще раз попрошу всех оставить комментарий, когда я публикую это видео, и сохранить его, чтобы его могло посмотреть как можно большее количество людей, ну, и спасибо тебе большое, мне кажется, классный эфир, ну, мне не кажется, я знаю, что мы классные, мы всегда с тобой были хорошим союзом и дуэтом, и как интересно, что мы теперь попали вместе в эту тему, то есть это для нас было очень такой прикольный момент, да, тоже. Да, Оль, спасибо тебе за теплые слова, за рекомендации, конечно же, я буду рада девочкам, которые подпишутся, вот, я, конечно, не такой прям блогер-блогер, как там, да, у меня там нет 25 stories в день, да, я немножко другого плана, эксперт, да, и поэтому мне больше нравится общаться индивидуально, поэтому пусть девочки не стесняются, пишут, и действительно буду помогать, направлять, и с радостью общаться, да, вот, и, конечно же, ну, писать свои посты, и поддерживать, как могу, как говорится, да, и профессионально, если вы захотите на коуч-сессию, обязательно пишите, договоримся о времени, или на консультацию, у меня есть просто консультации, да, где я могу накидать вам план работы, вот, поэтому буду всем рада, и спасибо за эфир, спасибо, что были с нами, очень приятно, и всем хорошего вечера, и замечательных, теплых, гармоничных отношений. Все, всех обнимаем, пожалуйста, оставьте комментарии, после публикации этого эфира, всем большое спасибо, Наташечка, целую, на связи с тобой, теперь иди в Телеграм, там все, хорошо, все, обнимаю, все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,